Андрей, здравствуйте! Мы очень рады, что вы приехали к нам в Зеленоград. Расскажите, что сегодня вас привело к нам? Да, добрый день! Добрый день, Александр! Да, сегодня мы... Я всегда приезжаю в Зеленоград, мне здесь всегда очень интересно, ну, с интересом приезжаю. Да, сегодня было... Что нас привело? Вот, занимаясь летом испытанием мотора ДА-90С, установленных на электросани и на квадроциклы, мы привлекли очень большое внимание не только крупных инвесторов, которые интересуются этой технологией, но и администрации некоторых городов, это Калуги и Обнинска. Ну вот, сегодня целью нашего приезда было... Мы хотели более четкого понимания о внедрении технологии совмещенных обмоток в тему «Умный город». Обнинск подписал концепцию «Умный город» весной, и одной из ключевых позиций этой концепции – это сбережение электроэнергии. Вот сегодня встреча с Дмитрием Александровичем, у меня вырисовалось наиболее четкое понимание того, в какой сфере можно наиболее сберечь электроэнергию, применяя наши двигатели. Я не знаю, вот я немножко сумбурно, но вот как-то так. Андрей, скажите, то есть у вас есть какие-то договоренности с администрацией, насколько я понял, или нет? Договоренности есть, да. То есть администрация всячески содействует нам в том, чтобы мы каким-то образом внедрили технологию для снижения электроэнергии в нашей области. Значит ли это, что администрация хочет сделать заказ на наши двигатели? Не исключено. Не исключено. Одной из темы сегодняшнего разговора была встреча администрации и руководства своего МАШа. Да, было такое. Спасибо за информацию. Это очень интересно и очень действительно воодушевляет. Интерес нашей технологии со стороны администрации города Обнинск – это очень хорошо. Но, Андрей, насколько я знаю, вы еще сделали очень интересные образцы мототехники, которая в своем составе имеет двигатели с совмещенными обмотками «Славянка». Сани, квадроцикл. Расскажите, как вся эта техника сейчас живет, что с ней происходит, какие планы и где можно на ней покататься? И можно ли вообще? Ну да, значит, одной из тем испытаний – это было условие жесткие. То есть мы хотели понять, насколько мотор до 90С надежен. И для этого были сделаны сани в сферу проката. В прокате – жесточайшие условия. Я вас уверяю, это просто грязь, это пыль, это очень-очень тяжело им приходится. Тем не менее, мотор себя показал исключительно. Я не знаю, просто я вот не встречал. У меня есть интервью с конструктором, который до того, как поставил мотор на квадроцикл, относился к этому скептически. Но когда он поставил и проехал, он сказал, боже, я никогда в жизни больше не сяду на бензиновый квадроцикл. То есть электричка с нашим мотором, заметьте, именно с ДА-90С – это расход 30% батареи на 30 километров. Это просто очень интересно. Вот, наверное, вся вот эта техника сегодня находится в этом мире. Это парк развлечений в Калужской области. Приезжайте, можно посмотреть, можно покататься. Иностранцы в восторге. Англия, Франция, Швейцария – все визжат Америка. Это первые, куда они заходят, чтобы прокатиться на русских санях. С мотором Дуинова. Отлично. Ну, если вы нас приглашаете, то мы обязательно приедем. Я вас жду с нетерпением. Приезжайте. Отлично. А, Андрей, вы сказали, что 30% заряда батареи. То есть получается, что запас хода на данном квадроцикле порядка 100 километров? Ну, этого можно добиться с помощью настроек. То есть там есть такие хитрые вещи. Вот у движка есть контроллер, да, и там есть такие вещи, как настройки. С помощью настроек можно добиться, что квадроцикл будет ехать 100 километров. Можно. Да, 60-амперная батарея вполне позволяет это сделать. Отлично. Тогда надеюсь, что наша следующая встреча будет на Этномире. И там мы постараемся проверить всю вашу технику. Здорово. Там мы пригласим конструктора, и он расскажет вам, как он проезжал в трех метрах от уток, диких, и они даже не проснулись. Отлично. Спасибо большое. Сила доброго. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»!